здравствуйте друзья садоводы очередной фильм из серии который я называю лучше лучше слышать чем как там было лучше жевать чем говорить а у меня лучше слушать чем читать по прежнему считаю что для многих из нас разговорная речь полезнее чем читать текст на экране поэтому можно не обязательно смотреть можно слушать можно смотреть а можно и смотреть и слушать так очередная серия она будет достаточно длинная люди не так серия та же а именно вот эта тема весенние и осенние семинары в Саду Железу состоялись это будет довольно длинный разговор и очень нужный и полезный я считаю потому что сейчас таких семинаров не проводит никто открываю секрет почему никто не проводит никто не проводит потому что таких садов практически не осталось в Сибири вот и скоро их не останется даже в Европе почему сегодня у нас 25 февраля 2001 года уже две-три недели страшные морозы по всей России по всей Европе по Азии по Дальнему Востоку по Америке снег добрался до Мексики до Конго вот творится страшная беда беда именно садовая сейчас все что можно уничтожить все что было искалечено руками садовода все это будет уничтожено тем более нам нужно вот такие вот материалы я так считаю вот ну начинаем серии будут по 30 минут потому что отключается когда этот самый видеокамера сама и вот так и будет 30 минут первая серия 30 минут вторая внутри вот этой вот общего заголовка весенне-осенние семинары так поехали итак перед вами семинар гости со всей страны вот кстати слева видите вот этот молодой человек вот этот тот самый Сафронов Антон Валерьевич который вместе с которым мы создали сотни фильмов вот вместе с которым мы провели сотни уже наверное если все сложить полторы сотни вебинаров вот первое вот я сейчас начну читать но вы уже видите что перед вами стоит вот в белом вот Хракалин Александр Петрович это мой почетный гость а дальше будем читать вот особенность семинаров особенность их является приглашение садовых тяжеловесов в данном случае вы видите на фото номер один лучший на мой взгляд виноградарь на юге Красноярского края Хракалин выступил в качестве садокладчика а сейчас для газеты сады сибирь раскрою некоторые темы обсуждаемые на семинаре вот вот эта тема повторяйте за природой все что делаете в саду приходится находить все новые и новые аргументы для своей альтернативной технологии и вот я утверждаю что природа все устроилась с разумом и мы ли жалки ее подражатели должны свой искусственный мирок сад сделать максимально похожим на ближайший лес это мое отличие от всех этих самых искусственных придуманных агроприемов ненужных вредных смертельных далее я обосну это с помощью следующего перемера перед нами корень капусты фото номер два видите куда я копаю в эту сторону никто никогда не копает уча людей советом которые совершенно негодны вот это корень капусты это и все вот и все теперь смотрим на крону скажем так капусты но в начале обосновываю он достаточно менять и ему нужен полив хоть с неба хоть с лейки но точно под штамп и вот теперь посмотрим на форму листа капусты внимание как не лей воду вся она устремится в центру видите это специально это миллионы лет революции и капуста стала приняла вот такую форму кто не успевал вот так вот собирать воду тот погибал как то и пословице кто не успел тот опоздал а как же деревья почему нас садоводов любителей заставляет рыть ямы садить деревья в углубления называя их ямками для полива а я называю ямками для гниения видим авторы многочисленных публикаций точно знают что корни капусты и деревья одинаковы менять урны и сосредоточить точно по центру или никогда не садили деревья и сразу минуя стадию практического садоводства становились учителями и за всю свою жизнь не выкопав ни одного деревца лезли учить миллионы ничем не повинных садоводов ходить отвлекусь серия длинное время это и самое значит курсы по религии были в институте институт цветных металлов красноярский и поверите нет преподаватель нам читал эту самую атеизм потом я нашел эту книгу которая по которой она читала лекции потому что мы делали заставили конспектировать я потом нашел эту книгу она просто копировала этот самый текст над словами вот так как я сейчас только нравится в том что я знаю о чем говорю а она то откуда знает что бога нет она же его не видела понимаете преподаватель мы сидели часы десятки часов сотни часов вот сидели зарабатывали этими задницами геморрой это в прямом смысле потому что лучше в это время ходили или что-то делали сад посадили мы сидели слушали эту лапшу что бога нет откуда она знает что его нет она же его не видела понимаете вот это логика дебильная я уже привел несколько десятков примеров это богоискательских примеров что бог есть его по крайней мере не видели он увидел результаты его работы вот но она то откуда а здесь отвлекся почему потому что понятия не имею что не такие корни у деревьев не такие какого хрена вы вот это вот делаете идем дальше и за всю свою жизнь не выкопав ни одного деревца полезли учить миллионы ни в чем не повинных садоводов давайте тогда сами зададимся вопросом а почему столько разных видов деревьев и почему у них разные строения корней скелетов и листьев ответ прост мы их собрали из разных стран и континентов совершенно разными условиями существования в том числе полива с неба с неба посмотрите на форму строения любого листа дерева да это солнечная батарея но не только и вот на него на лист упала капля воды и по специальным желобкам руслам покатилась целенаправленно в сторону от штамба в сторону от штамба третий раз говорю в сторону от штамба умники отличите от этого дерева от капусты упала на ниже расположенный лист снова покатилась от штамба упала еще ниже и дальше и наконец большая часть дождевой воды попала предназначенное место на периметр кроны слово периметр со школы помните а именно там где кончики корней а в ненужной и смертельно опасной для корневой шейки дерева приствольной ямке для полива ее ждут корни деревьев ну когда же специалисты наконец-то поймут для чего деревья нужна природная пирамидальная крона причем индивидуальная для класса климатической зоны у каждого вида каждого сорта каждого дерева двух одинаковых деревьев нет на свете но есть общие для всех принципы но родителям традиционной технологии и этого мало ладно корни живем они не видели а в книгах их рисуют неправильно копируя форму крона но ведь тут копать то не надо форма крона перед глазами имея дипломы звания они тем не менее не могут дать деревья направить нет это имея дипломы и звания они тем не менее чтобы не дать чтобы не дать специально направить дождевые потоки на перемен учат невежных садоводцев людей приезжать крону обрекая деревья на водяное голодание а всю почвенную живность грибы бактерии муравьи черви на гибель от переувлажнения но не ведают они того что дерево состоящее в симбиотической связи с почвой и ее обитателями это единый организм не нуждается и в подобной заботе к тому же приносящее дерево не заживающее искусственное рано и в нашей заботливой каторжной работе по уничтожению дерна со всей живностью в саду не нуждаются представляете они даже не знают что вот это все о чем мы говорим грибы бактерии муравьи черви это здоровье дерева это пищевая цепочка какой лопата какой там этот самый мотоблок вы совсем охерели а ведь это все за чистую монету принимают миллионы повторяется вами на фото 4 моя система простейшего полива тут главное чтобы дерево полилось только сверху и ни в коем случае напрямую на почву минуя крону тогда дождевые потоки и наш искусственный полив ни в коем случае не чрезмерный полив дерево само распределит куда и сколько и само позаботится зомбитие подчеркиваю только сверху само чтобы штаб и корневая шейка были максимально сухими понятно да ну вот опять-то меня бросил с критикой мол воюю с наукой но ведь это не я объявил войну плодовым деревьям а если уж так сложилось что больше защитить их некому а за что нам любить науку два года назад центральная телевидение показало сюжет как распираемые от гордости теперь теперь уже российские ученые продемонстрировали стол с вазами где лежали красивые плоды внимание геномодифицированных яблок и груш деревьев которые не берут якобы болезни кстати берут слава богу до промышленных суда еще далеко и мы можем успеть умереть своей смертью естественно вот я опять а нет почитаем пока почему так грустно да потому что я не представляю как мы выживем если к примеру поедая нашу общую пищу общая пища у нас с тараканами общий стол вот кстати чтобы вы знали с одного стола едим в скобках ГМО картофель вздыхают колорадские жуки но ведь на генетическом уровне мы с ними почти одинаково сопротивляемость ядам примерно одинаково и различие только весе тела а значит последствия для нас ни в чем не виноватых людей вопрос времени вспомните первую жертву несчастных исчезнувших тараканов которые питались и отравились насмерть остатками пищи с нашего стола ну у них очень быстро меняются поколения и опять же они маленькие им хватило а мы еще живы и что делать ответ надо изолировать от продукции и особенно от семян производимых транснациональными корпорациями трансгенов создавая создавать свои замкнутые сообщества замкнутые члены которых будут иметь свои семена доставшиеся нам от бабушек и дедушек вот я к примеру знаю чистнейшего и опытнейшего Юрия Васильевича Бродского с его чистейшими сортами картофеля он в свою очередь знает и так по кругу пока круг не запнется и не пустит внутрь чужеродную продукцию вот ну еще от себя добавлю что да не верю никогда не поверю что если колорадский жук сдохнет поедая поедая верх картофель то есть поедая бетву картофель а мы поедая корни плоды картофеля это фактически один организм что они сдохнут а мы не сдохнем мы сдохнем только попозже и с каждым поколением все больше и больше я хочу здесь чтобы про Гамова больше не возвращаться сказать скажите пожалуйста вот допустим те кто смотрел на нас честными глазами на самом деле подлыми глазами подлющими хитрющими с экрана из академиков и говорил Гамова абсолютно безвредно вот вместо него можете догадаться с одного раза он Гамова будет своих внуков кормить он старик который говорят что внуков я специально например привел что внуков любят больше чем детей он будет внуков кормить ГМО ну с одного раза так интересный пример источник из Дальнего Востока сообщил следующим по телефону наши садоводы злятся на вас садоводов Хакасии потому что у них из-за семенного размножения знаменитые абрикосы деградировали а кто это самое дальневосточники заставлял их деградировать справка мы Хакасы выращиваем только привитый абрикос анализацию нет время прошло вот этот для газеты этот самый был опубликован эта статья была сделана примерно в 2012 году да примерно плюс-минус один год сих пор прошло много лет и как бы я не отбивался меня заставляли им высылать не только скромные амуры сыновья манджурца то есть самые скромные в супер моростойке но со скромными плодами но и достаточно крупные а последние годы в косточке со 100 граммов плодов абрикоса у меня есть таких нескольких сортов так и вдруг оказалось что среднеплодные начали у них уже давать крупные вкусные плоды не хуже чем на привитых а самые 100 граммовые все таки плоды дали семена косточки которых получилось потомство скажем так может быть мельче но не сильно а мельче допустим со 100 граммовых получились 50 граммовые 30 и 40 граммовые но кустичи то есть вот этот я бы сейчас уже не стал бы утверждать что мы хакас выращиваем только привитые абрикосы для реализации не привитые тоже и я в этом деле лидер идем дальше пять лет назад меня крупнейшая газета задарила вниманием званиями премии и гонорарами вот представляете какой был авторитет если кроме гонораров и этих самых званий лауреата я еще и получил однажды от них премию 15 тысяч рублей а это по тем временам как сейчас 25 и плюс еще и это самое хотели вручить путевку в Египет вот и вот я пишу дальше затем как отрезано не нужен кстати главный редактор этой газеты подвергся критике какое он умел это самое как он посмел железо опубликовать подумаешь лучший сад в России это не это лучший сад в России это не аргумент вот выходить за рамки нельзя понимая что в лес калашный ряд остепененных авторов я перестал туда славить свои статьи прошли годы и недавно все же не удержался я послал туда несколько материалов а редакторы на всякий случай в свою очередь отправили их на рецензию известному садоводу доктору наук кстати вполне реально озвучивать ответное письмо и фамилию автора всему свету не имеем моральное право то есть научный редактор это крупнейшая газета стесняясь передо мной и зная что это самое взял и мне прям прислал рукописно на меня в архиве лежит письмо этого доктора наук вот я не имею права теперь издеваться над ним потому что сейчас увидите почему просто не имею морального права человек мне поверил редактор и прислал хотя может он даже не имел права этого делать но ему очень было стыдно что это самое он в дальнейшем не имеет права меня публиковать а повод вот он смотрите итак доктор наук пишет я цитирую а это лежит рукописная за его подписью письмо лежит в архиве его железо это он пишет это рецензия на мои статьи в газету газета очень добросовестно поступило а результат его железо попытки повысить мородостойкость южных сортов прививки прививкой на Сен-Сибири навряд ли будет безуспешно еще раз попытки повысить мородостойкость южных сортов прививкой на Сен-Сибирь навряд ли будут успешны а приехать ко мне ты же доктор наук ты подменял саженцы членки косточки семечки и новую технологию пригодилась бы тебе науке В тот момент еще в институте работал специалист. Так вот, попытки вряд ли. Я пишу. Но откуда ему доктору наук знать, что мы сибиряки, внимание, уже 40 лет прививаем на Сибирке, получаем сумасшедшее урожай и снабжаем крупноплодными яблоками соседние регионы. Это единственный случай за пределами Кубани. Что во всей России только мы были экспортерами яблок. Кстати, еще пусть не в таких объемах, они быстро портятся, а и абрикосы, и сливы, и все-все-все. Скупщики атаковали нас со всех регионов. Это было, это позади, но это другая тема. Почему все это рухнуло? Он ведь, это я пишу про него, он ведь со студенческой статьи, знаешь, что в Сибирке несовместимы с культурными яблонями. А как мы ее преодолели? Как Железово преодолел? Новизна Железово, клоновая селекция, мне непонятно. А что-то, конечно, куда же проще мозги напрягать. Доктор наук. Беда в том, что он и понять не хочет. Мне тоже было непонятно. Пока в результате четверть вековых наблюдений, вот, экспериментов, кстати, не убедился, что так же, как и семена, каждая почка неповторима и может использоваться выборочно для селекции. Вот так. Дальше специалист, в кавычках, я уже кавычки применяю, пишет доктор, у меня из 14... Внимание, это самый главный аргумент, почему меня перестали печатать. У меня из 14 сорта формы абрикоса за 8 лет ни один не дал плодово. И постепенно зачахли и погибли. А вы уже знаете, почему не гибли. Помните, про ямки пропалило, заглубление корневой шейки, косточки садятся, садится заглублением, еще сгнивает. Это понятие сейчас. Ну да ты же поучись, раз это. Это мой триумф, потому что меня выгнали с Московской конференции международной. Там таких, как этот самый доктор, был полный зал. Ничего себе аргумент. Приводя на простой язык, эта фраза означает, что раз у него ученого, профессионала погибли, то на этом мы, сибирьки любители, должны прекратить выращивать абрикосы. А уже плодощащие сырвейки, что ли, раз они не погибают. А мои статьи надо отправить в мусорную корзину. Ну и, конечно же, мастерный ученый добился своего. Там, в мусорной корзине, они оказались. Вот это наука, почему я не люблю это. А в другом месте я вам еще показывал, еще покажу, как ваш коллега на Урале. Паулин Александр Юрьевич вырастил. Мои абрикосы. Из вот таких вот маленьких размеров, с карандаш саженцев самосев, из-под моего знаменитого манджурца. Огромного дерева самосев выкопал я ему, вышел то ли 20, то ли 30, вышел лет 12 назад, и теперь у него столько абрикосов. Вот. И теперь он гектарами им засаживает, уже потомками. Вот. Почему? Потому что уральский ученый Ваулин, он настоящий ученый. Вот так вот. А Ваулине еще поговорим, но в другом месте. У нас тут узкая тема. Это итоги семинаров. Вот. Кстати, семинары проходили в саду, который ломился, табрикос, бишен, слив. Это все есть в видеофильмах. Все, что я утверждаю, настолько невероятно с точки зрения утюдившихся в науке догм, что меня давно подозревают в фантазерстве, не удосужившись проверить. И спасает меня только дружба и сотрудничество с учеными из Абаканского НИИ, кандидатом в Североснаук Турсуном Доскобиловым. Он отслеживает мой сад уже 15 лет, и все, что я пишу, это с оглядкой на него мою крышу. Речь идет о чем? О том, что в биосемне нет веры, то вот он, Турсун Полот Доскобилов, кандидат науку. Сейчас он, правда, тогда он еще был действующий на Абаканский институт ограниченных проблем, но сейчас он уже на пенсии. Может, маститый ученый, забраковавший моей статье, увидит эту статью и поверит, и проверит своему маститому коллеге из Сибири, что будущее абрикосов все же есть. Теперь дискутирую с опустившими руку садоводами сырой Прибалтики. Феноменом являются наши абрикосы в рай, поселок Черемушки. Его заваривают снегом, заливают дождями из-за близости огромного водохранилища ГЭС. И это, наверное, самое теплое сырое место в Сибири, редко до минус 35 на горных дачах. Казалось бы, ну какие как черты абрикосы в таком сыром месте. Ну там горы или... Но! Это моя расшифровка лично, я там сколько изучал этот феномен. Но там горы и лишняя вода, снег, стекает с крутых горных садов, как с гуся вода. Чем не повторение климата Приморья с одной стороны, и Прибалтика и с другой стороны. В черемушках за 30 лет не было рожая абрикоса только по запросу в сыровейшем году. Но все же некоторые крупноплодные абрикосы плодной селькой ничего не было. Но разве не умиляет это фото, где девушка из на Савиногорском рынке торгует плодами абрикосы, выращенных именно в сырых черемушках. Вот это я ее спрашиваю. Откуда? Откуда? Черемушек привезла. Кстати, это амуры наши. И к тому времени я уже вовсю торговал и сейчас не львиная доля, но большая доля абрикосов и в черемушках, и в поселке Мэн, и в Савиногорске, и распозлась по Хакасии, и за пределы Хакасии, и Краснодарского края. Это мое. Потом доказательства будут. Целая папка со всей России, мои абрикосы, мои персики, все неукрывное. Раскрываю страшный секрет Савиногорского феномена. Удивительное дело, невежество в садоводстве, это важнейший секрет, поверьте, его не знает вся страна. Когда узнают этот секрет, невежество в садоводстве в пригородах и горных дачах вокруг Савиногорства, такое же безнадежное, как по всей России, и рады загубить те же роскошные абрикосы, но не получается. На крутых склонах при таянии вода не задерживается вокруг Савиногорского и не разрушает их. И та же невежность не позволяет прочитать книги, периодическую литературу, не позволила, это до того, сейчас позволила, с рекомендацией по уничтожению корневых шеек посадки в ямки. Вот. И далее я обращаюсь к моим оппонентам из Европейской России и Дальнего Востока, это те, которые на меня нападают, не отмахивайтесь, не опускайте руки, приезжайте на готовое. Вот мои данные, продолжение следует. Что я тут хотел добавить вот к этому, страшный секрет, когда мне осталась ровно минута, когда появилось средство массовой информации, это жутко, это дико, страшно, люди взяли в руки пилы и эти самые, и секаторы и начали уничтожать деревья, потому что им сказали, что деревья неправильные. Вот на этом я заканчиваю первую часть нашего этого самого разговора. Вот. До свидания, друзья. Мы встретимся очень скоро. that . . . . Продолжение следует...